Здравствуйте, это канал главные новости Казахстана. Дерзкое покушение на Назарбаева. На брата казахстанского президента Балата Назарбаева было совершено покушение. Замешана в нем некая российская компания, за которой стоят очень влиятельные бизнесмены и политики. Об этом сообщил источник из кругов, приближенных к лидеру нации, сообщает портал Республик. Здравствуйте. Матрешка, это исконно русский подарок-сувенир. Поэтому она будет отличным подарком для близких людей, проживающих в любом уголке мира. В каждую портретную матрешку мастер нашей студии вкладывают много усилий, стараний и труда, опытная рука мастера воплотит все ваши желания на матрешке по фото. Роспись матрешки на заказ по фото всегда замечательно сочетаются с любым интерьером и прекрасно его дополняют. Такой презент будет напоминать получателю о вашем серьезном подходе к подарку и поднимать настроение окружающих. Порадуйте себя и своих близких, ссылка в описании. Ринцидент произошел недавно. Некие лица, вооруженные огнестрельным оружием, напали на Балата Назарбаева, нанеся при этом телесные повреждения его двум телохранителям. Добравшись до тела, нападавшие приставили пистолет к высочайшему лбу и предложили Балату Абишевичу позабыть о своих неофициальных претензиях к некой и крупной российской компании, которая подверглась давлению со стороны брата главы государства с целью получения от нее крупного комиссионного вознаграждения. Спросите за что? Да просто за то, что она оперирует на территории Казахстана. По словам источника, данный инцидент не зарегистрирован в полиции, однако не остался без внимания властей. Делом якобы занимается служба государственной охраны РК, ведь Балата Назарбаева охраняют именно ее сотрудники. Более того, его имение сейчас отцеплено и усиленно охраняется. Предполагается, что нападение совершено группой лиц, которые прибыли в Алматы из Москвы. Однако наш информатор уверен, что уголовное дело возбуждаться не будет, поскольку в рамках расследования могут вылезти крайне неприятные вещи, например, видео и аудиозаписи того, как с российской компанией требовали взятки за покровительство. Нам сообщили название российской компании и имена людей, за ней стоящих. Поэтому мы не сомневаемся, что если данный инцидент перейдет в официальное пространство, то скандал получится не просто громким, а сверхгромким. Более того, этот скандал может сильно навредить президенту Нурсултану Назарбаеву, который изо всех сил пытается зазвать в страну иностранных инвесторов. Что думаете вы, по этому поводу? Напишите в комментарии, также подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok